Кировчане вооружились чесноком и овощами. Говорят, что в сезон простуд, которые сейчас как раз переживает город, это главные помощники. Антон Данченко сегодня узнал, как еще кировчане укрепляют организм в это непростое время. Ему слово. Осень наступила, пора всяких простуд и так далее. Как укрепить иммунитет и оставаться здоровым? Заниматься спортом и правильно питаться. Какой спорт лучше всего? Бег, конечно. И куда надо убегать? Желательно в лес. Нет, можно в парке. Ну, скажем так, носить маску, особо не простывать. Типа одеваться потеплее. И дома тоже? На всякий случай? Да. Вы знаете, мне сноха достала таблетки специальные раз в неделю пить, они повышают очень сильный иммунитет. Мы пьем, вся семья один раз в неделю. Ну что за таблетки не скажете? Нет, я просто купила их, они распечатаны. Ну, не могу сказать название. Буква Т точно первая. Спортом заниматься. Зарядка, обливание, закаливание холодной водой. Как нас в школе учили. Ну, а перу гулять надо побольше. На свежем воздухе? На свежем воздухе. Желательно в лесу подальше уехать? Это идеально. И жить там до весны? Это как получится. Ну, есть такая возможность, если... Если есть такая возможность, конечно, ей надо воспользоваться. Ну, наверное, закаляться. Подушкам холодно. Главное, не сильно начинать. Если просто воду горячую отключили, получается, ты закаляешься, да? Нет, это резко слишком. Надо поплавнее? Надо поплавнее. Заниматься спортом, максимально пить. Как ухом-то еще. Ну вот я вот пью имбирь, мне нравится. Лимон, мед. Каждый раз это... Как хорошо нравится. Здоровое питание. Для тебя здоровое питание это что? Фрукты, овощи, всякие там салаты. Из фруктов и овощей, правильно? Да. Пить обязательно. Пить что-нибудь покрепче? Конечно. А в каких объемах? Сколько душе угодно, правильно? Конечно. Он у меня крепкий, аж 4 года спопадает. То есть ничего делать не нужно? Ну, желательно есть чеснока побольше. Да и, в принципе, просто так следить за здоровьем. Но если ты ешь чеснок, то с тобой перестают общаться люди, правильно? Ну... Соляная комната. Сидишь с солью вместо моря. Там галлогенератор. Вместо картошки. Там кушать нельзя, нужно перед покушать. Нет, дышать над картошкой. А, да, тоже отличная идея. То есть туда с тобой картошечку принес, с солью посыпал и сидишь дышишь? Да.